Глава ВОЗ на брифинге объявил, что конец пандемии COVID-19 уже в обозрительном будущем. Это новая инфекция, о ней много еще непонятно, и преждевременно считать ее завершенной. А мы разве не боимся больше новых штабов? На этой планете, вероятно, хозяевами являются вирусы, а отнюдь не люди. Мы же зиму не побеждаем, когда весна приходит, да? Но так и здесь, никакой победы над эпидемией не произошло. Ношение масок или локдауны, что сработало? До сих пор защитная сила масок очень плохо изучена. То есть необходимости в бустерах сейчас нет? На мой взгляд, для здоровых людей нет. Дальше вопрос. Куда делся грипп? Нужно очень агрессивно относиться к тем людям, которые с соплями находятся в общественных местах. Всем привет! Снова программа «Просто о сложном». В этом месяце мы узнали много интересных и неожиданных новостей, но одна из них была точно хорошей. 14 сентября глава ВОЗ на брифинге объявил, что конец пандемии COVID-19 уже в обозревом будущем. Спустя 32 месяца борьбы пандемия, которая унесла 6,5 миллионов жизней, кажется, заканчивается. Чему нас научили эти два с половиной года? Какие последствия ждут от нас в будущем? Есть ли вообще шанс предотвратить следующую пандемию? Вот ровно об этом я хочу поговорить с моим сегодняшним гостем, доктор медицинских наук, член экспертного комитета по медицинским исследованиям ВОЗ, профессор высшей школы экономики Василий Власов. Василий Власов, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Смотрите, глава ВОЗ привел главный аргумент, он говорит, смертность от COVID-19 во всем мире упала до вообще рекордного минимума за период пандемии. Значит, во время наибольшей смертности умирало 16 тысяч людей за день, а сейчас якобы 700. Ну, я вот задаюсь вопросом, достаточно ли этого, чтобы говорить о конце пандемии, потому что 700 это на самом деле все равно очень много. Дело в том, что всякого рода официальные заявления нужно делить на 10 и смотреть, что у них сзади. Нужно смотреть на науку. Первое, самое главное, это то, что все правительства и межправительственные организации, такие как ООН, ВОЗ, они говорят о той смертности, которая официально приписана новой коронавирусной инфекции. А это официально приписанное появляется из числа тех людей, которые умерли с таким диагнозом, у которых был, соответственно, положительный анализ. То есть достаточно делать мало анализов, и смертность по этой причине начнет снижаться. К сожалению, в огромном количестве стран примерно таким способом смертность от COVID-19 занижалась. Причем занижалась очень сильно. Сейчас и в России по всему миру смертность снизилась примерно до того уровня, который должна была бы быть по сравнению с прошлыми годами. И вот эти числа, которые называются, ну так можно было называть количество людей, умирающих от гриппа, дизентерии. Ну то есть это такой, можно сказать, почти фоновый уровень. Я приветствую заявление о том, что эпидемия подходит к концу, но очень важно, что все-таки это новая инфекция, о ней много еще непонятно, и преждевременно считать ее завершенной. Если посмотреть не на смертность, а на заболеваемость, вот в тот день, 14 сентября, когда глава ВОЗ объявил о неком конце пандемии, в мире зафиксировано примерно полмиллиона новых случаев. И это сто раз больше, чем когда 11 марта, 20-го года, я имею в виду, была объявлена пандемия. Это все равно не слишком ли рано, как бы, праздновать победу? Тут есть важный нюанс. Когда объявляли пандемию, в это время это была новая, совершенно непонятная инфекция, и поэтому сначала проявили озабоченность, а потом объявили пандемию. И это было оправдано страхом перед непонятным будущим. Кроме того, то, что мы знали тогда о вирусе, из того небольшого количества сообщений, которым можно было доверять, тогда даже китайской статистике доверяли, теперь понятно, что это смехоподобно. Но тогда очень ограничена была информация, поэтому тогда это было оправдано. Сейчас вирус уже не тот, и все-таки существует понимание того, что он не просто безопасен, а то, что заболеваемость снижается. Снижается сильно, несмотря на то, что вирус стал более заразным. Поэтому я думаю, что большие цифры заболеваемости не должны нас смущать. Ну, в частности, потому что через два года существует достаточно большое количество достаточно дешевых тестов, поэтому во многих странах этих тестов делают очень много. И, соответственно, выявляют людей, у которых тест положительный, болезнь плюс, а они фактически не страдают. Так что, я подчеркиваю, есть все основания для оптимизма, но надо держать пальцы скрещенными. А мы разве не боимся больше новых штаммов? Новые штаммы, конечно же, будут. Они появляются, по большому счету, каждый день. Для нас имеет значение только, появится ли штамм, который будет более убийственным. Общая тенденция такая, что пока мы наблюдаем реализацию общей закономерности, когда штаммы становятся более заразными, но менее убийственными. Обязательна ли эта закономерность? Нет, возможны отклонения. Это как раз та причина, по которой я призываю держать пальцы скрещенными. Окей, хорошо. Буквально на днях была новость, что у летучих мышей под названием, сейчас я вам прочту, малые подковоносы, которые обитают в России, кстати, был обнаружен новый тип коронавируса. Хоста-2, если не ошибаюсь. Он устойчив на все эти вакцины. Нам боятся? Дело в том, что на этой планете, вероятно, хозяевами являются вирусы, а отнюдь не люди. Вирусов очень много, они везде, они вездесущие, и мы об этих вирусах ничего не узнаем, пока они нас по-настоящему не достанут. Вот когда появляется проблема, эту проблему начинают изучать, и, может быть, при должных усилиях обнаруживают какой-то новый вирус, который вот эту проблему вызывает. Но считать, что все вирусы найдены, нет никаких оснований. Если давать достаточно денег биологам, они будут нам каждый день находить по 20-30 новых вирусов. Вот если смотреть на эти 2,5 года, вы сколько сами ошибались в своих собственных прогнозах? Ну, я должен сказать, что ошибаются люди, которые делают политические прогнозы. Почему? Потому что они делают прогноз в отношении того, что от них не зависит, но зависит от других людей. Ты сделал прогноз, начальник Сидоров изменил свое решение, зная о твоем прогнозе, и твой прогноз не оправдался. А что же касается природных явлений, а все-таки эпидемия – это природное явление, то здесь серьезные эпидемиологи по большому счету не ошиблись. Я ошибся, может быть, меньше многих. Почему? Потому что я твердо провожу линию, которую должен проводить каждый эпидемиолог. Наши знания приблизительные, и нужно давать приблизительные прогнозы. Все, кто давал жесткие прогнозы, например, английские эпидемиологи, которые в марте месяце заявили о том, что нам угрожают миллионы смертей и так далее, они оказались, мягко выражаясь, неправы. А те люди, которые давали прогнозы с учетом неопределенности, они оказались правы. Например, выдающийся эпидемиолог американский Джон Иоаннидис, споря с этими катастрофическими прогнозами, он указал на то, что наши знания очень неопределенны, и может быть проблема совсем небольшая, а может быть, конечно, вот такая большая. Но вероятнее всего, это будет порядка того, что бывает при эпидемическом гриппе. Ну и он оказался прав, действительно оказалось примерно как при эпидемическом гриппе. Только от гриппа есть большая разница. Гриппу очень много людей имеют иммунитет, связанный с тем, что они этим гриппом переболели 3-4-5 лет назад. А здесь пришел новый вирус, которому нет у людей иммунитета, и поэтому много людей болело, и поэтому накопилось много смертей. Так что здесь я своими прогнозами удовлетворен. А вот как вам кажется, мы сейчас накопили уже иммунитет коллективный? Тут есть два вопроса в вашем вопросе. Когда говорят коллективный иммунитет, то используют не совсем правильно эпидемиологическую концепцию. Эпидемиологическая концепция коллективного или стадного в прямом переводе иммунитета заключается в том, что если в популяции, в населении много переболевших людей с иммунитетом, то если туда попадает вирус, прилетел из Китая больной человек, то этот вирус не находит куда распространиться, потому что вокруг иммунные люди. Это коллективный иммунитет. Но поскольку сразу еще в марте 2020 года стали говорить, что, наверное, надо, чтобы иммунитет был у 70% людей, стали считать коллективный иммунитет в процентах, что является нонсенсом. И поэтому, правильнее сказать так, что коллективного иммунитета, как явление невосприимчивости популяции к этой инфекции, не было, нет и не будет никогда. Почему? Потому что часть заболевает, другие теряют иммунитет, и постоянно есть люди, которые восприимчивы. Но все-таки сейчас среди нашего населения очень много переболевших людей. У переболевших людей иммунитет достаточно стойкий, и поэтому они реже заболевают. И если заболевают, то заболевают легко. Поэтому возникает такое впечатление, что вирус циркулирует и не составляет большой проблемы. А за счет чего все-таки мы смогли его победить? Я думаю, что мы его не победили. Это естественный процесс. Это как вот мы же зиму не побеждаем, когда весна приходит. Но так и здесь. Никакой победы над эпидемией не произошло. Эпидемия прошла через свои вот эти вот иногда страшноватые циклы. И изменился вирус, и изменилась популяция, в которой она циркулирует. Болезнь является результатом взаимодействия вируса и организма. Вируса и организма. Изменился вирус, изменились организмы человеческие. И в результате наблюдаем сегодня новую картину. Сегодня, по-видимому, этот вирус по своей убийственной силе не отличается от гриппозного. Давайте вернемся к 2020 году. Я вот вспоминаю карантин, пустые улицы, все заперто, жесткий масочный режим. Мы не выходим из дома без перчаток. Если перчатки там снимаем, сразу обливаемся санитайзерами. Самолеты не летают, границы закрыты. Ну, в общем, все на удаленке. Полный локдаун, мир стал на стоп. Вот если смотреть на все это, на эту картинку из сегодняшнего дня, какие из тех мер, которые были предприняты, были обязательны, а без чего можно было бы обойтись? Ну, я мог бы сразу начать перечислять глупости, которые были сделаны. Но хотел бы прежде сказать, что поскольку была очень большая неопределенность и ощущение опасности было очень сильным, то поэтому даже очевидные глупости первых месяцев я считаю извинительными. Ну, например, дезинфекция улиц. Абсолютная глупость была, с самого начала понятно. Но это было извинительно там в феврале-марте 2020 года. Но это продолжалось, правда, в 2021 году. Это уже, конечно, было просто воровство бюджетных средств, конечно. А дальше, дальше уже были меры, которые были неизвинительными. Например, требование ношения перчаток. Оно было бессмысленным. Оно явно было требование в пользу какого-то продавца перчаток. Другие меры, они являются спорными. Например, прекращение авиационных полетов, которая, на первый взгляд, казалась правильной мерой. Я, например, считал с самого начала, что это ненужная мера. Почему? Потому что она разрушает экономику по-своему. И совершенно очевидно было, что в тот момент, когда прекратили самолетное сообщение с Китаем в России, к этому времени уже Россия была заселена вирусом. Никакого смысла в этом не было. Понятно... Ну как, чем больше вируса заходит в страну, тем больше людей болеют. Разве не так? Как бы по-математически нет? Нет, 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 не так. Вот Австралия, Новая Зеландия, поскольку они были чистыми, для них прекращение авиационного сообщения имело смысл. И они придерживались, все-таки иногда его завозили, они подавляли эти вспышки и оставались очень долго чистыми странами без вируса. Но для России, в которую этот вирус уже попал, и его уже было много, прекращение авиационного сообщения просто нанесло удар нашей экономике и прежде всего нашей авиационной области. То есть вам кажется, что локдаун надо было объявить еще раньше, еще раньше закрытия, через сообщение? Кстати, слово «локдаун» в мировом языке практически отсутствовало. Его придумали в процессе этой эпидемии. До этого говорили все-таки о карантинных мерах. Это было бы оправдано, если бы это было сделано своевременно. То есть сразу? Да, да, да. К сожалению, по разным причинам, по вине китайского правительства, которое скрывало информацию, по неповоротливости наших специализированных служб, например, у нас закрыли границу с Китаем для наземного сообщения, а самолеты из Ухани в Москву летали еще несколько дней. То есть вот если делать так, то тогда это лишено смысла. Это нужно делать своевременно и тогда, когда еще не занесен вирус. А когда он занесен, он уже у нас в стране циркулирует, и мы просто не знали масштабов этого. Мы видели у разных стран принципиально разные подходы. От китайской модели, та шведской. Чья вам кажется самая грамотная? Ну, про китайскую модель мы ничего не знаем, за исключением того, что там скрывали информацию, насиловали людей и применяли меры ограничения, которые разрушительны для человеческих жизней и экономики. Это то варварство, которое могут позволить себе вот такие режимы, как в Китае. Что касается других стран, ну, тех стран, среди которых Россия, они хотели бы, чтобы Россия находилась, да, то складывается такое впечатление, что оптимальным был ответ Швеции все-таки. Он у всех на слуху. Но очень важно, что адекватность ответа, она зависит не только от формулировки начальством правильных приказов, но еще и от способности населения на это отзываться. Вот шведское население, оно очень адекватно отзывалось на рекомендации правительства. Но там рекомендации правительства формулировались профессионалами. У них эти рекомендации не премьер-министр давал, да, а давал специализированный орган общественного здоровья. И они были очень мягкими, очень корректными. Но общество откликалось на них правильно. И последнее вам скажу. Не нужно предполагать, что в Швеции ничего не делали. В частности, в Швеции ограничения были введены раньше, чем в России. Эти ограничения были абсолютно реальными. Например, собрания больше 50 человек были запрещены. Но они сохранили школьное обучение. Они не закрывали школы. Они не закрывали общественные места. Они только давали рекомендации. И общество на эти рекомендации откликнулось. Про начало пандемии мы поговорили. Давайте сейчас про конец локдауна. Вот насколько это было нормально так быстро вернуться к обычной жизни? Может, надо было еще чуть-чуть потерпеть? Введение ограничений, которые обозначают слово локдаун, оно зависит не только от вируса или от того, сколько людей болеет, но обязательно зависит еще и от политической обстановки в стране, от преходящих факторов. В Великобритании известен факт задержки в решении в отношении с Китаем, поскольку шли переговоры с Китаем. То есть надо было принять решение. Но чтобы с китайцами не ссориться, это решение не принимало сколько-то дней. И пресса по этому поводу очень сильно бушевала. Это наложило отпечаток на проведение этих эпидемических мер. Я думаю, что это не оказало катастрофического влияния на развитие эпидемии, но это хороший пример того, что процессы общественного здоровья, они находятся в контексте общей жизни общества. Их надо бы отделять от политической жизни, от экономической жизни. Но практически это очень сложно сделать. Очень сложно сделать. А если в целом задуматься о локдауне, плюс-минус все как-то в течение трех месяцев все это отменили, разные страны по-разному. Это было своевременно? Или надо было еще чуть-чуть потерпеть, соблюдать? Я думаю, что если говорить о тайминге отмены, Канада только недавно отменила ограничения на въезд невакцинированных людей. Буквально две недели назад только. Там у них причудливая политика в отношении въезда вакцинированных была. Чуть дело до войны не дошло с Америкой. Другие страны, как Россия, сбрасывали все до нуля. Это было, конечно, ошибкой. Эпидемия никуда не исчезла в мае месяце 2020 года. Теперь мы это точно знаем. В действительности эпидемия продолжалась. Она и сейчас продолжается. Она только меняется по форме. И поэтому ограничительные меры необходимо только модифицировать. Вот, например, первоначально в марте месяце были предположения, что, может быть, школьники могут быть источником инфекции, заражаясь в классе. Ну, как это бывает с простудными болезнями каждую зиму. Но очень быстро стало понятно. Первое, что дети не болеют или болеют очень легко. А третье, нет никаких доказательств того, что они разносят инфекцию. И, соответственно, в некоторых странах, таких как Швеция, да и Финляндия тоже, не было вот этих тяжелых ограничений на обучение в школе. В Соединенных Штатах тяжелые ограничения на обучение в школе в некоторых штатах остаются до сих пор. Это очень плохо, потому что дети, в особенности из бедных семей, они оказываются выброшены не только из нормального процесса обучения, но даже из процесса получения бесплатных завтраков в школе. Это накладывает большой отпечаток на их родителей. Они не могут няню нанять с ребенком сидеть. Они не могут заработать деньги на хлеб. То есть это закрытие школы – это колоссальная проблема, с которой американцам, по-видимому, придется долго бороться. Какие все-таки меры сдерживания, по-вашему, оказались самыми эффективными? Условно, маски, ношение масок или локдауны? Что сработало? Это еще предстоит оценить. Некоторые меры оценены более или менее точно. Например, вакцины. На вакцины возлагались надежды, что они прекратят циркуляцию вируса. Очень быстро стало понятно, что они на циркуляцию вируса никак не влияют. Может быть, даже ухудшают ситуацию. Почему? Потому что вакцинированные люди сами себя считают защищенными. И начальство считает, как в Канаде, что это безопасные люди. А эти безопасные люди инфицируются и распространяют вирус. Вот это то, что удалось оценить. К сожалению, некоторые другие меры, в частности, маски, они до сих пор по-настоящему не оценены. К началу эпидемии было очень мало данных о том, насколько маски эффективны. И, вероятно, мало эффективны. Именно поэтому, допустим, в Соединенных Штатах, Центр контроля над заболеваемостью, они не требовали ношения масок. А вы как считаете, их не надо было носить? Я думаю, что в начальный период требование ношения масок было оправдано. Именно как такая избыточная защита. А в дальнейшем, когда стало более-менее понятно, насколько они помогают, стало очевидно, что их нужно использовать только в тех ситуациях, когда вероятность заражения очень большая. При большом столпотворении. Да, при использовании общественного транспорта, при посещении религиозных собраний, концертов и так далее. Потому что там высокая вероятность, и эти 10% снижения, они существенны. А хождение на улице, посещение магазина, где немного людей, там маска существенного значения не имеет. Но подчеркиваю, до сих пор защитная сила маски очень плохо изучена. Вообще-то это удивительно, потому что это считается стандартная мера защиты больных и защиты врачей от больных при оказании медицинской помощи. Но тем не менее, оказывается, что ее не изучили. Это общая беда медицины. Очень много вмешательств разных. Они недостаточно хорошо оценены. Таких примеров очень много. На мой взгляд, из тех мер, которые были недооценены, это меры разъединения людей, которые неправильно называли социальной дистанцией. Социальная дистанция – это социологическая концепция, указывающая на то, какую дистанцию люди придерживаются в общении обычно. А нам нужна физическая дистанция. И вот по приблизительным оценкам уже в начале эпидемии было понятно, что где-то больше метра должно между людьми для того, чтобы существенно снижался риск передачи. И совершенно очевидно, что если будет 2-3 метра, будет только лучше. Но вот прошли два года, и я не видел ни одного общественного места в России, где было бы написано, что в этом помещении может находиться там не больше 20 человек. Хотя совершенно очевидная мера и легко вводимая в жизнь. Ведь площадь каждого магазина можно оценить и повесить вывеску. Современные средства позволяют контролировать, сколько людей вошло и вышло в большой торговый центр. Но ничего этого не было сделано. Более того, очень быстро в самом начале эпидемии стало понятно, что передача по воздуху является очень эффективной. И, соответственно, необходима хорошая вентиляция. Но я измерял состояние вентиляции в наших общественных местах. Она отвратительная. В особенности зимой владельцы бизнесов, ресторанов, торговых центров и так далее, они для того, чтобы не платить за электричество, уменьшают объем вентиляции. Глупостей было сделано очень много. Подчеркиваю, некоторые глупости простительны. Глупости последующих месяцев и лет, конечно же, непростительны. Вот это в Канаде война с дальнобойщиками американскими, которые не хотели вакцинироваться. Это никакого смысла не имело для эпидемиологической ситуации в Канаде. И только привело к огромному расходу сил, средств, политической напряженности. В Австралии дело доходило до жуткого насилия над людьми, которые не носили маски. Да и во Франции тоже. Да, практически везде. Хорошо, давайте немножко про биологию. Вот смотрите, ученые вообще говорят, что ковид изменил все наши знания о природе вируса, инкубационном периоде, о сезонности. Все главные каноны вирусологии. Что именно мы пересмотрели за эти два с половиной года? Я не согласен с этим утверждением. Думаю, что вирусологи обнаружили, конечно, у этого вируса некоторые особенности. Но, насколько я знаю, ничего такого, что требовало пересмотра вирусологических догм. Что же касается эпидемиологии, то здесь фундаментальные основы остались неколеблемыми. Единственное, что, допустим, некоторые эпидемиологи говорили о том, что изменение вируса в сторону его меньшей вирулентности, меньшей убийственной силы произойдет в течение нескольких месяцев. Оказалось, что не несколько месяцев, оказалось, что несколько лет. Но это принципиально ничего не меняет в наших знаниях. Я думаю, что скорее большого пересмотра требуют наши народные, государственные задачи и область медицинской помощи. Давайте еще все-таки чуть-чуть про вирусологию. Потому что мне до сих пор очень хочется разобраться в этом вирусе. Он как-то остается для меня достаточно загадочным. Вот вы упомянули птичий грипп. Мы же давно изучали эти коронавирусы. Сколько раз мы уже заражались от животных. Что уникально именно в ковиде? Откуда его особенная патогенность? Я не думаю, что нужно его патогенность считать особенной. Она особенная только в том смысле, что большая часть коронавирусов, которые циркулируют в человеческой популяции, они есть в человеческой популяции, они уже находятся в этом стабильном состоянии неубийственного вируса, так скажем. Поэтому они живут в популяции человека долго. А этот вирус, он отсутствовал в популяции человека. Поэтому он в силу своей приспособленности к животным, у животных они живут с ним, и ничего с ними не происходит, пришел в человеческую популяцию, и здесь он показал себя как убийственный. И поскольку он новый, иммунная система людей, составляющих человечество, не была к этому готова, то, соответственно, он начал вызывать тяжелые болезни, в том числе убивать. В этом нет ничего особенного, что было свойственно этому вирусу. Следующий вирус может быть не коронавирусом, он может быть каким-то другим вирусом. Ну вот, нам напомнила об этом природа распространением обезьянь и оспы. Самые разные вирусы могут выскочить вот таким образом и начать распространяться среди людей. Если они не циркулировали совсем, то они будут убийственными. Они будут убийственными. Ну а все-таки я хотела бы с вами поспорить касательно того, что все в этом вирусе так, как во всех других. Например, вот та же самая сезонность. Принято считать, что такие вирусы, у них пик забывания осень, а у ковида вообще ни разу в осени не было пика. Я не знаю, это хорошо или это плохо, потому что вот я сейчас вижу, что сейчас нету пика, что это значит, что он еще не стал просто нормальным вирусом. Я не думаю, что здесь есть какое-то чудо. Дело в том, что сезонность, она свойственна тем вирусам, которые более-менее постоянно циркулируют в человеческой популяции. А здесь пришел новый вирус, и его вхождение в популяцию могло произойти в любой момент года. В любой момент года. И он вызывает большие волны заболеваемости, независимо от сезона. Я думаю, что вполне справедливо ожидать, что он станет сезонным постепенно. То есть когда мы увидим пик ковида в осенью, тогда нам можно уже успокоиться. Можно так формулировать? Можно сказать, что уже в 2021 году уже был намек на некоторую сезонность. Но по большому счету летние вспышки, летние подъемы заболеваемости, они пока говорят нам, что нет, его еще неправильно называть сезонным вирусом. Думаю, что в перспективе нескольких лет он станет вполне себе сезонным. Но уверенным можно будет с точки зрения методологии. Вот если будет года три подряд, когда подъемы заболеваемости будут зимними, в северном полушарии и в другое полугодие, в южном полушарии, вот тогда мы скажем, что это теперь сезонная инфекция. Подчеркиваю, что для человечества это существенного значения не имеет. Подъем заболеваемости в июле или в декабре, какая разница? Важный размер только этого подъема. Хорошо, давайте вот сейчас про размер. Опять же, в вирусологии было правило, что каждый последующий штамм, он как бы становится слабее предыдущего. Вот весь 2021 год нас как-то обнадеживали, что ковид слабеет, 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 и дальше осень 2021 появляется омикрон, который оказывается самым заразным. Здесь все абсолютно логично. Если вирус в два раза менее убийственный, но заболеваемость в восемь раз выше, то, соответственно, количество умерших будет в четыре раза больше. Какие вопросы-то? Простая арифметика. Но почему-то людям кажется, что если он менее убийственный, значит, умерших будет меньше. Нет, умерших будет много. И если будет большой подъем заболеваемости сейчас, вот с этими вариантами вируса, которые есть, будет все равно люди умирать, и много будет людей умирать. Ну как, у нас же есть уже цифры, что их гораздо меньше, чем два года назад. Да, потому что убийственная сила вируса снизилась не в два раза, а больше, чем в десять раз. Поэтому нужна какая-то очень большая заболеваемость для того, чтобы вы увидели большое количество смертей. Такая большая заболеваемость вряд ли будет, потому что большое количество уже переболевших иммунных. То есть мы постепенно, благодаря накоплению иммунитета, ослаблению вируса, мы постепенно приходим к новой ситуации. Подчеркиваю, очень важно помнить, что эпидемия еще не закончилась. Возможны сюрпризы, и возможно, что до конца этой эпидемии появятся новые вирусы, новая эпидемия. То есть вот есть такая старая шутка у эпидемиологов. Я каждый раз, когда начинал учебный год с первым курсом, я всегда говорил, что главное правило эпидемиологии, что будет большая эпидемия, которая убьет миллионы людей. Мы только не знаем, когда. То есть это не была большая эпидемия, которая унесла 6,5 миллионов жизней? Нет, она большая, но, в общем-то, не такая большая, как можно было бы считать, мировой катастрофой. Очень важно, вот я уже сошлюсь на чужой авторитет, есть такой популярный мыслитель Насим Талеб, который ввел в оборот выражение «черный лебедь». «Черный лебедь». Так вот, Насим Талеб плевался, ругался и всем объяснял, что эта эпидемия – это никакой не черный лебедь. Эта эпидемия – абсолютно белый лебедь. И если бы человечество было умное, оно должно было бы к этому готовиться. Но, к сожалению, человечество разочаровало не только меня, но и Насима Талеба тем, что оно не готовилось к этой эпидемии. А когда эпидемия пришла, в это время люди начали делать глупости, воровать то, что они обычно делают. Да, все как в фильме «Don't look up», на самом деле. Да, да. Окей, давайте я хочу чуть-чуть про вакцины все-таки поговорить. Мы вообще понимаем, насколько долго сохраняется иммунитет? Сейчас про вакцину мы говорим, от вакцины. Очень приблизительно. Мы понимаем сохранение иммунитета после вакцинации очень приблизительно. Почему? Потому что вакцины прошли удовлетворительные испытания на неболевших людях в начальный период пандемии. И они показали удовлетворительную защиту от тяжелого течения болезней, непонятную защиту от инфицирования. Ну, вроде бы, защищают в какой-то степени. И эта информация позволила эти вакцины запустить в работу, и они свою роль сыграли. Беда заключается в том, что как только прошли полгода активной вакцинации, человечество стало уже другим. Огромное количество людей уже переболели, другие оказались привитыми, и нельзя провести клинического испытания эффективности повторной вакцинации. То есть теоретически можно, но практически никто этого не делает. Это оценивается по косвенным признакам, по тому, какие белки в крови, антитела циркулируют, по тому, какая частота у тех, кто вакцинирован и кто не вакцинирован. Поэтому всякие соображения в отношении того, как защищает вакцина при ревакцинации и от новых вариантов вируса являются очень приблизительными. По-видимому, вот эти старые вакцины, разработанные, в 2020 году, они менее эффективны против новых вариантов вируса. Это первое. И второе. У людей, которые имеют иммунитет, новая вакцинация добавляется совсем мало. Здесь опять мы имеем дело с тем, что вот эта область общественного здоровья и прежде всего вакцинации находится под сильным политическим влиянием. Например, американские центры по контролю заболеваемости отрицали вообще иммунитет у переболевших. Они говорили, что только вакцина защищает, всем вакцинироваться и так далее. Хотя вообще-то старая догма эпидемиологии, вакцинологии заключается в том, что самый хороший иммунитет бывает у тех, кто переболел. А вот вы сорвали мы следующий вопрос. То есть все-таки иммунитет от вакцины не такой эффективен, как иммунитет от перенесенной инфекции. Да, да, да. И в 20-м, и в 21-м году вакцины так и не были в достаточном количестве предоставлены бедным странам. Они же не платежеспособные. Поэтому третья, четвертая, пятая, шестая вакцинация в Соединенных Штатах, вот это главная причина, почему там расходовали эти вакцины. А ведь можно было переболевших людей не вакцинировать, высвободить большие объемы вакцин и предоставить тем, кто в них нуждается. Теперь главный вопрос, нужно ли еще прививаться и делать эту ревакцинацию, если да, то сколько раз, и той же вакцина или другой, но как бы сейчас уже совсем непонятно. Здесь существует очень мало надежных данных. И политика в разных странах, разная в Соединенных Штатах, и политика в которых оказывает наибольшее влияние на действия в других странах, распространяют вакцинацию на детей. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленная мера, потому что дети и в 2020 году не болели, и сейчас не болеют. А если болеют, то болеют легко. Бессмысленное дело совершенно. Что же касается взрослых, то здесь тоже существуют очень большие варианты по рекомендациям. Эти варианты по рекомендациям, которые существуют в Соединенных Штатах, Франции или Австралии, их ни в коем случае не надо переносить на Россию. Дело в том, что Россия – страна, в которой по большому счету существует только одна вакцина, и очень важно, что она по своему существу, по принципу разработки, она плохо подходит для повторного использования. Дело в том, что эта вакцина основана на использовании живого носителя вируса, и после проведенной вакцинации и ревакцинации, соответственно, к обоим этим вирусам у людей должен формироваться иммунитет. Значит, третье применение, четвертое применение будет заведомо менее эффективным, чем первичное. Я очень надеюсь, что разработчики, в конце концов, сделают эту назальную вакцину, если помните, предполагалось сделать назальную вакцину, да? Ну, может быть, что-то из этого получится. Ожидаем у нас вакцинологи. В общем, ребята крутые. Да, вот я еще задавалась вопросом, почему во всех странах есть вот эти МРНК-вакцины, а у нас пока еще не разработали. Ведь они в итоге все-таки самые эффективные оказались, или я ошибаюсь? Правильно сказать, что они оказались самыми интересными, в том числе потому, что их легче модифицировать, приспосабливать к новым вирусам. Но в прикладной науке, в особенности в срочных ситуациях, очень важно сделать то, что умеешь. И вот изготовили то, что умели изготовить, что смогли быстро предложить. И при этом те, кто тащился сзади, которые тоже могли бы как бы сделать продукт, оказалось, что они не смогли сделать продукт. Ни одна разработка, ни вторая разработка, ни какие-то другие еще намеки на разработки, они не выдали... Тот результат, который... Да, доброкачественного продукта. Думаю, что это вот связано с тем, что для того, чтобы сделать МРНК-вакцину, у нас не было готовых специалистов с готовыми технологиями и так далее. Думаю, что это связано с этим. Хорошо. А вот те страны, которые все-таки сделали эти вакцины, там Pfizer, Moderna и все такое, вот вы человек, который занимаетесь доказательной медициной. Вот как вам кажется, все эти ускоренные меры, не проходить клинических исследований, они оправдали себя? Или в принципе этого не надо делать? Вообще-то этого не надо делать. Но поскольку человечество очень сильно испугалось, оно пошло по пути, что давайте заваливать этот огонь всем, что у нас есть. При этом, вроде бы, как бы пока ничего страшного не случилось. Некоторые из этих вакцин, как известно, имели побочные эффекты значительные, а другие вакцины были редкие, но тяжелые осложнения. Поскольку это абсолютно новые продукты, то можно считать, что мы еще какое-то время будем внеопределенности в отношении того, к чему это приводит. Например, никто никогда массам людей не вводил вот эти аденовирусы парентерально. Люди не получали парентерально аденовирусов. А тут миллионы людей оказались инфицированы аденовирусами парентерально. Поэтому здесь есть еще некоторая озабоченность, но очень важно, что вы сказали про процедуры. Упрощенные процедуры, они уже были заготовлены в действительности. Вот эти упрощенные порядки, они очень плохи чем? Они ведь не просто облегчают выход вакцины на рынок, но они снижают требования к качеству проверки вакцины. Это первое. А второе, поскольку у бизнеса существует ответственность перед людьми, то там даже были приняты специальные законоположения, по которым производители вакцин освобождались от ответственности за возможные катастрофические последствия. И это само по себе очень плохой прецедент, потому что все-таки бизнесы, особенности производителей лекарств должны отвечать за то, что они производят. Так вы мне скажите, не надо вакцинироваться или нет? Вы будете вакцинироваться? Нет. Нет, потому что я переболел и вакцинировался. Больше я получить не могу защиты практически. Ну, может, через два, если это будет актуально. То есть необходимости в бустерах сейчас нет? На мой взгляд, на мой взгляд, для здоровых людей нет. Применительно к людям пожилым, с хроническими заболеваниями, с избыточной массой тела, это очевидный фактор риска. У них высокий риск при заболевании. Для них, может быть, это имеет смысл. Ну, подчеркиваю, вот если в 20-м году все ждали вакцины, всем вакцинироваться, в 21-м всем вакцинироваться, то сейчас мы пришли к тому состоянию, когда нужно к этому относиться уже как к обычному медицинскому вмешательству. Это обычное медицинское вмешательство, когда речь идет, допустим, вот будем мы удалять аденоиды. Это же не обязательно. Ну, если хотите, будем. Вот такая будет польза, вот такой будет вред, такая польза, такой вред. Мама с папой посоветовали, с ребенком посоветовали, нет, мы не будем удалять аденоиды. То есть личное отношение человека, личное понимание им своего риска, перспективы в отношении вакцинации сегодня уже имеет существенное значение. Думаю, что люди должны сами взвешивать, насколько им нужна ревакцинация. Это нужно, не нужно. Окей, хорошо. Дальше вопрос. Куда делся грипп? Ну, по-настоящему мы этого не знаем, но с довольно высокой вероятностью можно утверждать, что грипп оказался подавлен нашими противоэпидемическими мерами. То есть вот так, как мы, допустим, против дизентерии, по существу, нет вакцины, против сифилиса нет вакцины, но мы же не болеем все поголовно сифилисом, не умираем от него, и от дизентерии тоже мы не болеем, все массовые не умираем, вакцины нет. Вот, и с гриппом такая же ситуация. Грипп – это болезнь, эпидемиология, которая контролируется поведением людей, а отнюдь не вакцинами. А отнюдь не вакцинами. И поэтому, когда люди стали вести себя более осторожно, вот совсем немножко более осторожно, оказалось, что грипп не распространяется. То есть это иллюстрация того, что мыть руки – это хорошо. Смотрите, мы моем руки, кипятим воду и не болеем дизентерии. Вот такая же история с гриппом. Стали мы придерживаться дистанции. Такая побочная победа, да? Приятный бонус. Я очень хотел бы, чтобы по результатам этой эпидемии люди наконец перестали с соплями ходить на работу. Вот у нас до сих пор, к сожалению, рассматривается работниками как героизм хождения на работу, а работодатели ожидают, что человек с какими-то соплями не будет дома сидеть, а будет ходить на работу. В результате циркуляция вирусов увеличивается, инфицируются другие работники, наносится больший ущерб. Вот если бы только вот этого изменения поведения нам удалось достичь, может быть, грипп бы никогда уже не был большой проблемой. Вашими молитвами. Но я хочу вас все-таки немножко огорчить. Здесь есть неприятная перспектива. Как я уже говорил, люди переболевают гриппом и оказываются защищенными от этого варианта гриппа на несколько лет. Эхо существует, там до 10 лет даже сохраняется. И вот сейчас, поскольку гриппа нет, уже третий год, то, соответственно, никто в мире гриппом не болеет и никто не приобретает иммунитета. То есть детям уже три года, они еще гриппом ни разу не болели. И поэтому, если грипп все-таки вернется через какое-то время, то не исключено, что он как раз будет очень плохо переноситься людьми и будут тяжелые исходы. Но это такое вот предположение. Давайте про последствия пандемии. Вечер было большое исследование. По-моему, они насчитали 50 очень длительных симптомов, которые оставляет ковид. Это люди называют лонг ковид. И есть, по-моему, там пять самых распространенных. Хроническая усталость, головная боль, отдышка, выпадение волос, нарушение внимания, вот очень важное. Как они вообще связаны с коронавирусом? Почему оно вообще их вызывает? Может быть, некоторые из этих симптомов не являются специфическими для коронавируса. Может быть, это просто последствия тяжелого течения болезни. Но все-таки есть основания предполагать, что существует некоторое длительное течение этой инфекции. Знания об этом постепенно накапливаются. Например, есть исследования, которые показывают, что у людей во внутренних средах частицы вируса сохраняются долго. К этим исследованиям нужно относиться осторожно, потому что частицы вируса не означают, что это полный вирус. Здесь нужна осторожность. Но, возможно, у каких-то людей этот вирус может циркулировать в организме долго. С другой стороны, человечество при внимательном наблюдении может много чего обнаружить. То есть, пока люди не рассматривают что-то, они этого не видят. А если внимательно посмотрят, то могут и дыру на штанах обнаружить. Вот я хотел бы обратить внимание, что такой, вроде бы, сегодня яркий, очевидный симптом, как отсутствие обоняния. Он ведь не был обнаружен у первых больных. Прошло несколько месяцев, по два месяца прошло, эпидемия уже шла по всему миру, и был описан симптом отсутствия обоняния. А потом все про него узнали, и уже с мая месяца уже там все гуглили отсутствие обоняния, и по частоте запросов в гугле можно было обнаружить, сколько людей, наверное, болеет, если они обнаружили у себя отсутствие обоняния. Поэтому знания об этом будут накапливаться, будут накапливаться долго. Подчеркиваю, что есть такие специалисты, которые реально работают в этой области, считают, что в так называемом лонг-ковиде, длинном ковиде, в нем нет ничего особенного, что это просто последствия тяжелой инфекции. Но просто я не очень понимаю, если вот совсем на простом языке, когда у человека температура, он кашляет, и у него насморк, а дальше он шесть месяцев хронически усталый. Или даже через год. Или там, например, я, которая спустя три месяца забываю слова. Например, сахар, хлеб, не могу вспомнить, когда мне нужно. Подобного рода особенности самочувствия людей после болезни, они не обязательно являются то, что называется специфическими, то есть вызванными каким-то молекулярными взаимодействиями с вирусом или какими-то процессами особенными для этого вируса. Подчеркиваю, они могут быть реальными, но не быть особенными для этого вируса. Просто как следствие перенесенной болезни. Но с другой стороны, может быть, они все-таки особенные. Может быть, они особенные. Мы еще недостаточно знаем эту болезнь. По вашим ощущениям, это лонг-ковид, это что? Это ответка иммунной системы, которая восстанавливается, или это что? Я думаю, что, на мой взгляд, из того, что я знаю из текущей литературы, как я это понимаю, это такое комплексное страдание, в котором сливаются с одной стороны последствия перенесенной инфекции, второе, возможно, у кого-то продолжающаяся вяло текущая инфекция, и третье, так называемые психосоматические расстройства, когда человеческие переживания в связи с перенесенной инфекцией и продолжающимися симптомами выливаются в некоторую поведенческую проблему. Это характерно для людей. У нас голова занимает слишком много мест. Хорошо. Смотрите, вот когда вирус-носитель, они адаптируются друг к другу и стабильно существуют, вот этот вирус далее называют эндемичным. То есть у нас сейчас, научно выражаясь, переход от пандемии к эндемии, правильно? Да, можно сказать, что мы находимся в стадии, когда уже сформировалась эндемия. Но все-таки опыт недостаточно большой. И в принципе существует теоретическая возможность исчезновения этого вируса и человеческой популяции. Теоретическая? Да. Сколько она велика? Думаю, что вполне теоретически, но принципиально это может произойти. Я бы не стал ставить на это. Ух ты, на хорошую новость под конец передачи о том, все, что я говорю. Наиболее вероятно, что мы будем дальше с ним жить, но не исключено, что он исчезнет. Пока наиболее вероятный вариант, что он становится эндемичным. И мы должны рассчитывать нашу жизнь как уже не такую, как была раньше. Я и в 2020 году утверждал, и сейчас утверждаю, что мы должны извлекать уроки и не возвращаться к тому состоянию, в котором мы были до этой эпидемии. Нам нужна новая жизнь, новая готовность. Вещи нельзя делать. Давайте вот там. Значит, нужно очень агрессивно относиться к тем людям, которые с соплями находятся в общественных местах. Раз. И самим не ходить в общественные места с соплями. Второе. Нужно избегать плохо вентилируемых помещений с большим количеством людей, вплоть до того, что если вы пришли на какое-то собрание, там плохая атмосфера, это носом чувствуется, нужно разворачиваться и уходить. Три. И третье. Я думаю, что нам нужно больше требовать от нашего правительства готовности к будущей эпидемии. Хорошо. Ладно, принято. А когда, вот как вам кажется, появится уже это лекарство, которое с 2020 года разрабатывается, чтобы не нуждать людей, которые не хотят вакцинироваться и так далее, то, что мы видим сейчас. Вообще против вирусов существует очень мало эффективных лекарств. То есть люди, больные вирусными заболеваниями, они плохо поддаются лекарственной терапии. И поэтому никаких оснований оптимистично смотреть на разработку лекарства против коронавируса вот этого не было в 2020 году, не было в 2021 году. И те лекарства, которые у нас начали активно применять, они токсичные и малоэффективные. И, конечно же, их нужно просто изымать с рынка, потому что от них больше вреда, чем пользы. Что же касается тех двух препаратов, которые сегодня разрешены, так скажем, на Западе и которые предоставляются для лечения, эти препараты по-видимому, имеют очень ограниченную эффективность, имеют очень высокую стоимость, и я не вижу серьезной перспективы их применения. То есть, будь у меня к этому молну-перавиру доступ сегодня, и я заболею коронавирусом, да не стал бы я его покупать. Здесь есть злокачественное влияние вот этой ситуации, когда дайте, дайте нам лекарства, не надо его сильно проверять, раз уж оно давайте, дайте нам лекарства, мы большие деньги заплатим. И в результате на рынке был разрешен к использованию препарат, который имеет непонятные побочные эффекты, низкую эффективность, высокую цену, в нормальной жизни такого не должно было бы существовать. А в период эпидемии это состоялось. Где-то год назад вы хвалили новую программу ВОЗ для оперативного испытания новых препаратов, которая называется Solidarity. Что это такое? Это уникальное достижение эпидемии, если говорить о бриллиантах опыта, то это, конечно, программа Solidarity. Эта программа была очень быстро организована под эгидой ВОЗ и преимущественно Великобритании. И это особое длительное клиническое испытание, в котором испытывались все появляющиеся кандидатные лекарства. Это уникальное достижение, она продолжается до сих пор, но в ней очень быстро были испытаны все эти гидроксихлорохины и всякое прочее. то в ТАИ было показано, что они бесполезны. Это уникальное достижение, и я думаю, что оно будет в золотом архиве методологии мировой эпидемиологии, и когда возникнет другая эпидемия, то подобное Solidarity испытание будет начато с первого же дня, и все кандидатные лекарства будут в него включаться сразу. Давайте на этой оптимистичной ноте мы сегодня завершим наш разговор. Василий, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я напоследок всего лишь хочу сказать, что я очень надеюсь, что теоретическая возможность, что ковид-19 вообще исчезнет, которую Василий озвучил, она все-таки реализуется. Не болейте, всего доброго. Спасибо вам за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...